Приветствую друзья, с вами канал про такси и сегодня мы порассуждаем, что же все-таки случится с 1 сентября в отрасли такси. Не претендую на то, что мое мнение это истина в последней инстанции, но я один из немногих, кто действительно имеет отношение ко всей этой движухе. Если помните, в мае я ездил в Екатеринбург на форум современной такси, где как раз обсуждался новый закон и где впервые прозвучало жуткое слово АСГОП. Если кто не знает, это очередные страховые поборы с таксистов в дополнение к АСГО для такси, который и так дорогой. Новую страховку тогда решили ввести уже в конце мая и сделать это максимально тихо. Но не получилось, потому что мы, блогеры, не пропустили такой новостями мушей, подняли вопрос перед присутствующим на форуме депутатом Госдумы от Справедливой России Дмитрием Геннадьевичем Гусевым. Запомните это имя, оно еще пригодится. Он попросил собрать для него отклик от водителей и пассажиров, чтобы понимать, действительно ли нововведения создадут проблемы. И я самый первый из всех, кто записал вот этот вот ролик, тут скриншотик такой. И благодаря вашей активности ролик в пару часов буквально набрал там 10 тысяч просмотров, несколько сотен комментариев. Следом ролики вышли у Бориса, канал Будни таксиста, у Дениса с Эдуардом, это каналы столицы и про жизнь таксиста. И таким образом, вот нас ровно четверо из всего таксоблогерского сообщества, кто действительно решил повлиять на ситуацию. И мы ведь повлияли. Депутат Дмитрий Гусев свое слово сдержал и выступил против введения ОСГОВ. А также выступил с инициативой наложить мораторий на вступление в силу отдельных положений нового закона о такси. Вот скриншотик тут из его телеграм-канала, где он опубликовал фрагменты из наших видеороликов, ссылаясь на них в качестве аргументов. И вам не терпится узнать, чем же закончилось дело-то. В итоге перенесут все-таки или нет? Разговоры ходят до сих пор. Давайте заглянем в базу законопроектов Государственной Думы. Вот этот законопроект номер 392-488-8 о переносе срока вступления в силу отдельных требований закона об организации перевозки пассажира багажа. Внесен он группой депутатов, среди которых и сам Дмитрий Геннадьевич Гусев. За что ему респект и уважуху. Депутат, который сдержал слово, это в наше время редкий случай. Эх, зара. Ну ладно. Что дальше? 30 июня законопроект внесен. 20 июля профильный комитет предложил его принять. А 24 июля Совет Государственной Думы постановил подготовить его к рассмотрению на осенней сессии в октябре этого года. В общем, мы сделали ровно то, что смогли. Дальше уже дело за Государственной Думой и за вами. Сейчас об этом поподробнее. Ведь что будет до момента рассмотрения Госдумы? Получается, что 580 ФЗ все-таки вступит в силу 1 сентября. Увы, да, вступит. И будет действовать до тех пор, пока не примут мораторий. Если его примут в октябре этого года. Об этом как раз говорит сам Дмитрий Гусев. Давайте его послушаем. Нет, это никак не связано с законами. А может ли так случиться, что если введем мораторий, если мы отложим, к примеру, на март следующего года, все это время опять ничего не будет сделано агрегаторами и таксопарками вообще. И к марту снова, будем думать, не перевести ли. Ну, представим. Этот мораторий пока не примут. Представим. Значит, он будет рассматриваться на осенней сессии. Это будет не раньше октября месяца. К этому моменту у нас уже будут первые данные мониторинга, как работает закон о такси. И будет понятно, нужно этот мораторий вводить или не нужно, и какие поправки нужно вводить. Я думаю, что мы достаточно оперативно будем работать, потому что за последний год Государственная Дума показала, что умеет работать очень быстро, оперативно реагируя на все сложности, которые возникают у страны. Я думаю, что мы справимся с этим. Что касается такси тоже, да, ведь 12 лет не могли принять, а тут взяли и приняли. И мы очень удивлены, да, Госдума может работать быстро. Это мы еще его программу приняли. Ну, он начал работать с 1 марта этого года. То есть, вот сейчас в сентябре только отдельные положения, да, вступают. Но в целом он был принят максимально быстро, что не характерно вообще в принципе и для Госдумы, и для отрасли такси. Итак, какой вывод мы можем сделать? С 1 сентября власти будут пристально смотреть за тем, что происходит. Если водители, внимание, не побегут получать разрешение массово, если подработчики пока возьмут перерыв и не будут выходить на линию, если агрегаторы начнут таки отключать тех, у кого нет разрешения, цены обязательно взлетят, а такси станет дефицитом. И в этом случае шансы на принятие законопроекта о моратории довольно-таки велики. Государству совсем не нужно, чтобы такси, заменяющее в малых городах и нищих регионах общественный транспорт, снова стало роскошью для пассажиров. И вот тут думайте сами, как надо поступать. До встречи.